Я хочу обратиться к Рамзану Кадырову, ко всем остальным людям, которые к террористам, не господам полевым командирам, а к террористам Пушилиным, так называемым ДНР и ЛНР, которые считают наши данные. Господа террористы, давайте, если вы говорите о чести и совести, помните, что честь и совесть обойдет понятие. Если мы берем кого-то в плен, они находятся в помещениях, нормально питаются, им дается домино, там висит портрет Путина. Давайте вспомним о том, что убивать друг друга, воевать можно цивилизованно, не теряя человеческий облик. Потому что наша страна не всегда будет такой слабой. Рано или поздно мы сможем доставать террористов в любой точке земного шара, независимо от того, кто ты по должности в нынешней иерархии власти. И поэтому давайте сейчас оставаться людьми, давайте не будем ждать того момента, когда мы будем принуждать к необходимости этим людьми оставаться. Еще раз, наша страна не всегда будет такой слабой. Мы для этого пришли во власть, и поэтому сейчас необходимо положить конец этой бесчисленной череде преступлений, этому озверению обоих сторон. Давайте вспомним о том, что существует понятие офицерской чести. И издевательство над пленными, удерживание людей, хотя нет никакого смысла ни экономического, ни политического, вы уже попиарились. Все, кто можете, господа террористы, российские политики, нет никакого смысла. Если нужно, я обещаю, что эти люди не будут против вас воевать. Что касается господина Кадырова, я присоединяюсь к его просьбе Владимиру Владимировичу Путину отпустить его на Кавказ. Но... На Донбасс. На Донбасс. Ну, он, очевидно, его путает с Кавказом. Если нужно показать, как могут погибать и сражаться украинские военные, мы это покажем. Но давайте оставаться при этом с людьми. Потому что безнаказанно совершать преступления, глумиться нельзя. Наша страна, наверное, поздно заставит себя уважать. И мы об этом позаботимся. Я надеюсь, что меня услышали. Спасибо. 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 Спасибо.